Лилии и болото. Такое необычное название дала своей выставке Мария Редько. Для бритской художницы это не первая персональная экспозиция. Ее работы уже побывали в картинных галереях Берлина. Но каждая выставка для Марии – это новые переживания, новые чувства и эмоции, которые позднее отразятся на ее полотнах. Это необычная выставка. Это то, что я всегда мечтала сделать. Такой жест благодарности всем людям, которые меня окружают, близким людям, моим друзьям. Это запечатлеть мои отношения к ним. Можно сказать, так немножечко вековечить их. Потому что это исключительные люди. И для меня они просто такие яркие огоньки в этой серой действительности. Я очень рада, в принципе, что Маша выставляется, потому что это действительно у нее очередной этап. У нее первая персональная выставка была в Берлине. Это вторая персональная выставка уже для брестских зрителей. И надо сказать, что с первой выставки до второй она очень сильно выросла. «Лилия и болото» – название неоднозначное. Как считает сама Мария Редько, это попытка осознать мир талантливой и неординарной личности, окруженной действительностью. «Лилия и болото» – истории жизни людей, близких для Марии. Ведь именно они изображены на портретах. Поэтому поддержать художницу и пришли самые близкие ей люди. Она к этому шла очень долго. И она готовилась к этому. И как бы это мечта ее была. Вот эта выставка – это как бы достижение вот немножко такого творческого, какого-то этапа ее творческого. Но я просто горжусь своими детьми обоими. Вы знаете, что и Анютка тоже художница. И Мария. И я просто очень счастливая мама. Я горжусь успехами своих детей. Мне повезло, потому что я работаю в школе номер 7, где учились две замечательные девчонки – Маша и Аня Редько. И я у них была классным руководителем. Поэтому, когда я говорю о этих девочках, о Маше и Ане, в первую очередь я вижу перед глазами те работы, которые они оставили в школе. Это портреты Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Цветаевой, которые в начале 21 века было очень сложно показать ученикам. Картины Марии Редько несут какой-то свой философский смысл. Такие названия, как «Согревать надежду», тогда даже во сне – это своеобразная возвышенность замысла, которая показывает душу художника. Любая картина – это замочная скважина, сквозь которую можно подглядеть внутренний мир мастера кисти.